Елена живет в этом доме по проспекту Ленина всего несколько лет, но уже прочувствовала все прелести, в кавычках, ветхого аварийного жилья. Он сыпется, можно сказать, нам нагло. Вот все отходят, стены просто, щели вот такие появляются у людей в квартире. Согласно данным сайта реформы ЖКХ, ее дом попал в программу расселения два года назад, в 2016-м. Расселить обещали в мае этого года. Когда все сроки вышли, Елена обратилась в городскую администрацию. Нам дали ответ, что денег сейчас у города нет на наше расселение, и когда они будут, тоже как бы неизвестно. Таких, как Елена, сегодня в одном только Барнауле, а это самый крупный поставщик аварийного жилья в регионе, 2500, более 200 домов. При этом многие, судя по количеству поступающих в нашу редакцию звонков, ждали расселения в уходящем году. Но, как нам объяснили в городской администрации, в 2018-м муниципалитеты вынуждены были справляться своими силами. Расселяли только по решению суда и тех, на кого хватило средств. На сегодня у нас расселено 98 семей с 29 аварийных домов. А если говорить в людях, то 140 граждан. На это потрачено 101 миллион из бюджета города. Как нам признались городские чиновники, уже со следующего года они надеются на запуск краевой программы. Предполагается, что расселение в ее рамках начнется в следующем году. Будет выделено 422 миллиона рублей из краевого и муниципальных бюджетов. На эти деньги планируют расселить 788 человек из 35 домов. Также краевые чиновники возлагают большие надежды и на программу федеральную. Ее должны утвердить к середине следующего года. До 2024 года порядка 5 миллиардов рублей будет освоено в Алтайском крае. У нас по программе будет 120 тысяч квадратных метров. По 2019 году пока предварительные показатели, которые нам доведены, это около 400 миллионов. Сколько точно жителей края будет расселено в 2019-м, в Минстрое сказать пока затрудняются. Программа будет окончательно утверждена в первом квартале следующего года. Известно, что всего в крае сегодня ждут расселения почти 10 тысяч человек. Одна из них, наша героиня Елена, надеется, что ее очередь подойдет хотя бы в следующем году. Одно смущает. Нынешний год, который был отведен муниципальными властями на заключение договоров с гражданами, заканчивается. А с Еленой и ее соседями, рассказывает она, никто из чиновников до сих пор не вышел на связь. Илья Кочетков, Александр Антропов, Николай Шилко, Андрей Печеркин. Наши новости.